Здравствуйте! В эфире проект «Могу помочь». Мы соединяем тех, кому нужна помощь, с теми, кто может ее оказать. Герой этого выпуска мечтает услышать музыкальные произведения искусства на живом концерте. Игорь потерял зрение в 96-м году после бытового взрыва газа. Теперь правым глазом видит только контуры. Недуг не мешает ему работать массажистом, а после убегать в тренажерный зал и часами там заниматься. Мастер спорта по пауэрлифтингу и жиму лежа, победитель чемпионатов России среди спортсменов с нарушением зрения. Без жалости к себе в каждом прожитом дне старается разглядеть только добро и позитив. Мне это стало интересно, я стал отовникать. И вот я сколько учусь, сколько работаю, я все время пытаюсь развиваться. Когда человек движется, находятся единомышленники. Находятся единомышленники, которые поддерживают где-то словом, где-то делом. Сергей Климов главную поддержку нашел в своей жене. Она его глаза и руки. Именно благодаря ей все его стихи и песни, которые он записывает на диктофон, ложатся на бумагу. Посвятил себя поэзии Сергей еще с пятого класса, как раз когда потерял зрение. В 30 лет нашел свой авторский стиль. Издал 8 книг, а сейчас сочиняет второй роман. Обладатель международных литературных премий вдохновение находит в шедеврах знаменитых классиков. Звучит, допустим, шестая симфония Чайковского. Ну, это звучит как-то все такое. Да, вот я слушаю последнюю часть, финальные аккорды, идет все вниз-вниз, спускается пиано-пиано. И о, замирает сердце. И вот тогда, да, вот это, и то это не мука творчество. Таких талантливых слабовидящих в Новоалтайске 60. Каждый, вопреки недугу, старается жить полноценно. Кто-то плетет о войске, кто-то заканчивает вуз. А кому-то уже за 90. И таким людям общество слепых Новоалтайска уделяет больше внимания. Активисты приезжают в гости, устраивают концерты, посиделки и праздники. Чтобы не оставлять этих людей один на один со слепотой. А когда уже после посещения мероприятий, у них такие вот, как вроде слепые глаза, да, они горят, они горят огнем. Они начинают рассказывать, начинают делиться впечатлениями. И все, и у них уже после этого мероприятия на много-намного дней остается, говорится, запас. В основном все равно мы получаем понимание, да, и нас это толкает и заряжает наши активисты. На этот раз активисты общества слепых мечтают организовать для слабовидящих Новоалтайска концерт живой музыки. И без вашей помощи им не обойтись. Организация, проезд, билеты на концерт. Волонтеры рады будут любой поддержке. А наши герои очень надеются услышать игру инструментов и известные композиции. Давайте совершим доброе дело вместе. Если вы готовы помочь, позвоните в нашу редакцию по номеру 65 22 25 или пишите на почту телеканала. Ее адрес вы видите на экране.